Человек, разделивший историю российского права на до и после. Блистательный юрист, писатель и философ, чьи труды до сих пор являются основой многих гуманитарных дисциплин. Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения Анатолия Кони. Каким был и чем запомнился самый честный русский судья, расскажет Наталья Аскерко. Судья, общественный деятель, академик, литератор, педагог, своеобразный ломоносов гуманитарных наук, а еще философ. Именно благодаря трудам Анатолия Федоровича Кони появилось понятие судебная этика. Как он считал, если бы его теоретика была в России применена и воспринята гражданами России, то многие социальные конфликты были бы сняты. Речи Кони были сродни актерским выступлениям, а лекции потом превращались в книги. Истории с судебной практики Анатолия Федоровича вдохновляли и его друзей Гончарова, Достоевского, Толстого. Именно от Кони Лев Николаевич Толстой узнал историю, которая легла в основу романа «Воскресенье», потому что изначально в своих черновиках Лев Николаевич Толстой называл роман «Коневской повестью». И вот появился на свет роман «Воскресенье», на котором Лев Толстой работал больше 10 лет. Это было последнее из его таких крупных, значимых произведений. Юрист Кони и сам был блестящим писателем. В 1902-м он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Его очерки, письма и статьи сейчас выставлены в Российской национальной библиотеке. А вот воспоминания о процессе, после которого имя Анатолия Кони, тогда еще молодого юриста, прозвучало на весь мир. Дело террористки Веры Засулич, которую оправдали. И хоть сделали это присяжные, именно председателя суда Кони публика превознесла как героя-революционера. В 1878 году народница Засулич пришла в это здание на прием градоначальнику Федору Трепову и выстрелила в чиновника два раза. Это была месть за издевательство над политическими заключенными. За подобные преступления полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения. Анатолий Федорович мог подтолкнуть присяжных к правильному решению и выслужиться, но не стал. К нему перед судебным процессом приходит на минуточку министр юстиции, граф Палин, и однозначно говорит ему, что хочет, чтобы это дело закончилось приговором, как можно более жестоким. Но Кони это воспринял как личное оскорбление. Сказал, что нет, ее будут судить честно. И в начале судебного процесса он напомнил присяжным, что они должны быть беспристрастны. Большинство признали Веру Засулич невиновной и 28-летнюю девушку освободили из зала суда. После у Кони было немало громких дел о крушении императорского поезда, о гибели парохода «Владимир». Но его последователи, они называют себя коневедами, признаются. Многое о самом честном русском судье неизвестно до сих пор. Неопубликованной осталась половина его трудов. Мы создали небольшой научный коллектив и мы стали извлекать из архивов труды, неопубликованные труды Анатолия Федоровича Кони. Работа в архивах, это в Государственном архиве Российской Федерации и в РЛИ, в рукописном отделе. Соответственно, мы, извлекая этим труды, его транслитерируем, то есть приводим, по сути, на русский язык, обеспечиваем научное сопровождение и, соответственно, публикуем. Среди рукописей есть даже стихи и любовная лирика. Возможно, после их расшифровки потомки больше узнают о личной жизни Анатолия Федоровича, который за 83 года так ни разу и не женился, а предпочел, как и выбито на его обелиске на Волковском кладбище, мыслить, чувствовать, трудиться. Наталья Аскерко, Максим Соколов, Роман Иванов, Ирина Уймина. Известия специально для Пятого канала.